Всем привет! С вами Яна Редько. В эфире новости шоу-бизнеса на телеканале Европа Плюс ТВ Беларусь. Сегодня в программе самые актуальные музыкальные события шоу-бизнеса, музыкальные новинки Беларуси, альбомы, синглы EP, анонсы клипов, результаты чартов Billboard, Spotify, Яндекс.Музыка и Shazam Беларусь. В Москве прошел гала-ужин ежегодной национальной премии Муз-ТВ, на котором назвали номинантов, а также раскрыли имя четвертого ведущего. Исполнители в этом году будут бороться за победу в десяти категориях. Лидером по числу номинаций оказалась Зиверт, Юлия Зиверт. Брюнетко отметили сразу в шести номинациях, включая генеральные. Лучшая исполнительница, лучшая песня Кредо, а также лучший альбом Ваниль номер один. На втором месте оказался дуэт Артик и Асти. Также среди номинантов оказались Дмитрий Билан, Даня Милохин, Нилета Моргенштерн, Джонни, Артур Пирожков, Светлана Лобода, Аня Лорок, Полина Гагарина, Клава Кока, Литл Биг и Добро. Полный список всех претендентов можно посмотреть на сайте премии. В качестве мистера Икс назвали шоумена Дмитрия Нагиева. Именно он дополнит компанию Ксении Собчак, Александры Ревы и Анастасии Ивлеевой. А вот бессменной ведущей Леры Кудрявцевой на Мустовой мы больше не увидим. Эффектная блондинка заявила о том, что уходит с музыкального канала. Украинская певица Тина Кароль выпустила в YouTube Live концерт «Красиво» в поддержку одноименного альбома. По словам артистки, режиссером видео выступил Максим Девергиев, ранее снимавший музыкальный фильм «Тина, Кароль, интонации». «Семь впечатляющих перформансов, семь новых песен, пять ярких образов. Пришло время красивых реализаций» – говорит о новом этапе творчества Тина Кароль. Вся творческая подготовка к шоу, а также репетиции проходили онлайн. Над созданием аранжировок и необычным звучанием песен работали музыкальный директор Тина Кароль-Бэнд, Антон Попов, американский музыкант и продюсер Джамал Смит, а также знаменитый американский барабанщик Майк Рейт, который сотрудничает с Рианой, Джастин Тимберлайтом, Бейонсе и Джанет Джексон. Российская певица Полина Гагарина вывихнула плечо на концерте в Челябинске, сообщив в понедельник, 26 апреля, РЕН-ТВ со ссылкой на видео очевидца. Во время концерта она резко согнулась от боли, после чего ушла за кулисы. Некоторые зрители подумали, что действия Гагарина являются частью номера. Некоторое время спустя певица вернулась на сцену и объяснила произошедшее, после чего закончила выступление. По словам Гагарина, плечо она вывихнула раньше, однако во время выступления сустав снова вылетел. За сценой ей оказали помощь. После инцидента Гагарина выступала еще около получаса. Американская певица Билли Айлиш создала новую страницу в социальной сети ТикТок. Аккаунт называется Happy As A Never в честь будущей композиции Happy As A Never. Учетной записи меньше суток, но на звезду уже подписались 475 тысяч человек. А единственный 15-секундный ролик посмотрели 3,6 миллионов юзеров. Видео является тизером грядущего релиза. Микроблок уже получил синюю галочку верификации. Фанаты предположили в комментариях к посту, что Айлиш завела новую страничку для продвижения очередного альбома. Они уверены, что в новом аккаунте вскоре появятся анонсы других синглов с полноценной пластинкой Билли Айлиш. В марте звезда перекрасилась в блондинку и подприглась так, что поклонники ее едва узнали. Раньше у 19-летней артистки были черные волосы с кислотно-салатовыми корнями. За три часа после публикации снимков в Твиттер он набрал более 10 миллионов лайков. Поклонники хоть и признали, что теперь Айлиш почти не узнать, с радостью встретили ее новый образ. Российский блогер и рэпер Эльдар Джараха выпустил трек «Джуэлл» вместе с персонажами известного мультсериала «Смешарики». Гарантируем, ничего безумнее вы сегодня не увидите. В треке можно услышать узнаваемые голоса персонажа мультсериала «Смешарики». Их же можно увидеть и в клипе. Копатычу, Барашу и Крошу досталось всего несколько строк. Зато каких! Голос Копатыча поет. «Укуси меня пчела», «Выпил мед», «Теперь чилл аут». И следом, «Закопал червя лопатой, а для пчел я просто папа». Бараш продолжает, «На треке куча легенд, я молодой фифти-сент». О том, что Джарахов запишет трек с персонажами «Смешарики», он сказал в ТикТок. Но подписчики приняли это за шутку. Прикол оказался не приколом, написал потом в Инстаграм Джарахов. Тиль Линдеман перепел на русском песню «Любимый город», который исполнял Марк Бернес еще в 1939. Запись приурочена к выходу фильма «Девятая» Тимура Бекмамбетова про советского летчика-истребителя. По словам режиссера, артист там обратился к нему с предложением записать песню. Лидер группы «Рамштайн» Тиль Линдеман рассказал Рия новостям, почему записал кавер на песню «Любимый город» Никиты Богословского на стихи Евгения Далматовского. «Я уверен в том, что музыка создает мосты между народами, и очень благодарен за возможность спеть эту песню. Очень надеюсь, что смог внести маленький вклад в дружбу и понимание между народами». «Море, горы, весна и любовь навсегда» – вышел новый клип «Федук» на трек «Водолей». Пейзажи невероятной легкости и красоты снимали в Турции. Автор работы Алексей Новиков – режиссер, снявший для артиста музыкальный ролик на сингл «27». Главную роль «Водолея» сыграла возлюбленная певца Саша Новикова. Клип просмотру строго рекомендуем. Посмотрите и поймете почему. В Минске довольно часто проходят различные мероприятия. Одним из самых ярких на прошлой неделе был фестиваль джазовой музыки, который прошел в караоке-клубе «Ангелы». С вами Александра Баранова. Проект в теме. К Международному дню джаза, который отмечается на всех континентах, VIP-джаз Андрея Славинского представляет масштабную шоу-программу, в рамках которой можно услышать джазовые стандарты в оригинальном, а потому и не всегда привычном звучании. Сегодня здесь собрались столичные любители джазовой музыки, уникальное звучание, неповторимые аранжировки, яркая импровизация и элегантное соло. Все это сегодня мы надеемся услышать и получить удовольствие в очень популярном минском караоке-клубе «Ангелы». Добрый день. Здравствуйте. Я знаю, что вы учились в Академии джаза в Вене, и сейчас у нас в Крымском школе джаза. Почему вы выбрали именно джазовую пене? Это действительно так. Однажды, встретившись с этой музыкой, она меня настолько до глубины души покорила, что, собственно, все, что я делала со своего студенчества, это шла, наверное, в направлении того, чтобы однажды открыть эту школу. Но мне не хватало обстоятельства, диплома, может быть. То есть я не могла сказать, что я по-настоящему преподаватель джазового исполнительства без вот той самой бумажки, как бы это грустно ни звучало, но вот я поехала много научиться в Европу именно тому, что я себе кому-то представляю, как организовать такое музыкальное пространство в наших широтах. Возможно, там, эта музыка еще пока не завладелась сердцами всех белорусов, но я очень надеюсь, что это может случиться. А как у нас относится к этому музыкальному направлению и много ли у нас любителей джаза в Беларуси? Да, это, пожалуй, самый частый и распространенный вопрос, который я слышу. Кому здесь этот джаз нужен? Но это не так. У нас действительно много людей, которые искренне интересуются этой музыкой, но мне кажется, мы должны каждый из нас годом работать над тем, чтобы показать, что эта музыка очень доступна. У меня нет ничего страшного. Так что в этом направлении как раз-таки работаю я и в моем школе, и все дети, которые занимаются, тоже они ее познают. Мне кажется, однажды они смогут сзна и уже передать свои идеи. Добрый день. Скажите, чем вы будете удивлять музыку и какой хотите получить результат? Доброго дня. Сегодня мы будем, как всегда, удивлять джазом, джазом классическим, джазом известным, джазом популярным. Например, сегодня будет звучать такая замечательная песня, как «Вот и Вандефолз Голд». Как прекрасен этот мир. Она есть в разных аранжировках, но именно сегодня мы сделали оригинальную версию, которая будет звучать вместе с оригиналом. Оригинал, поскольку Джордж Гершдин был дом из Одессы, его родители переехали в Аминику, и как раз и мама пела украинские песни. И оригинальность в том, что в основе некоторых мировых хитов лежит наша фольклорная музыка. И сегодня мы как раз вот и будем удивлять тем, что мы покажем вот это сначала фольклор, а потом, как он трансформировался в современную популярную музыку. В этот вечер со стены караоке клуба «Ангелы» прозвучали лучшие джазовые композиции в исполнении джаз-бэнда «Вип-джаз» под управлением Андрея Славинского, а также джазовой солистки Екатерина Куденец. Зрители тепло приняли выступления артистов. Мы получили колоссальное удовольствие от такой музыки. Репортаж с места событий подготовили Александра Баранова и Василиса Воробец. Накопилось новостей? Решили ими поделиться. Так, что тут у нас? «Найн-инч-нейлз» надоели «Оскары» и «Грэмми». Тиль определился. Все же первым делом самолеты. Девушки потом. Фильм про кис от Netflix и другие интересные события. С вами Наталья Ширко. Музыкальная школа «Джем». А пока громкие новинки этой пятницы. Вышел задумчивый трек Тимы Белорусских «Тебе лучше не знать». Хорошее и плохое или плохое и хорошее. Неожиданно для всех Мэри Гу выпустила продолжение недавнего мини-альбома «Хорошее и плохое, плохое и хорошее». Новый EP — это пять треков о любви. Окрыляющий и счастливый, трагический и болезненный. Слушайте скорее. Маша выпускает гарантированные хиты. Егор Крит не перестает радовать нас новинками. Артист представил сингл «Не идеально». О том, что влюбленные глаза даже в несовершенном человеке видят идеал. Музыкант уверен, у каждого из нас есть несовершенства. Именно они делают нас идеальными для одного конкретного человека. Крем Сода выпустили новый трек под названием «Меланхолия». Легкий танцевальный бит, ритмичные электронные партии, чувственный вокал. Клип для сингла создала нейросеть. Искусственный интеллект проанализировал текст песни и сконструировал изображения на его основе. Странное, космическое, притягивающее внимание. О пламенных чувствах и гармонии в отношениях в треке «Чувства» поведал Миша Марвин. Вызывайте службу спасения скорой и пожарных. Сикатой и Маруф выпустили совместный трек и клип на него. Звоните 911. Чувственная композиция о настоящей любви и подлинной страсти. Участники Nine Inch Neos готовы начать работу над новым релизом в самое ближайшее время, рассказал в одном из недавних интервью основатель и лидер проекта Тренд Резнер. В последние годы он и его напарник Атикус Рос, официально вошедшие в состав Nine Inch Neos в 2016-м, работали совместно или индивидуально над различными проектами в области кино. В частности, написали саундтрек и для таких фильмов, как «Социальная сеть», «Девушка с татуировкой дракона», «Исчезнувшая» и «Книга Илая». Что ж, Оскар и Грэмми уже на полке. Пора подумать и о фэнах. И это правильно. Не словом, а делом, как говорится, доказал Тим Линдеман крылатое советское выражение «Первым делом самолеты, а девушки потом». Про девушек Линдемана уже, наверное, добавить нечего. Все сказано и детально рассмотрено и до нас. Ну а новый клип на классическую песню времен СССР «Любимый город» уже побил двухмиллионную отметку по просмотру. Реабилитирует ли такая многоходовочка под порченную репутацию Тиля? Не знаем. Но продолжим следить за ситуацией. Netflix планирует дать путевку в жизнь фильму-биографии с названием «Шаутит Лаут» про группу «Киз», режиссером которого, если все пойдет как задумано, станет норвежский фильммейкер Юаки Мрёник. «Пираты Карибского моря» мертвецы не рассказывают сказки «Контики». Сюжет картины, как планируется, перенесет зрителя в далекие 70-е годы, когда основатели группы Джин Симмонс и Пол Стэнли, которые, как ожидается, примут непосредственное участие в работе над картиной, только начали свой тернистый путь по дороге к известности. Подари себе или своим близким сертификат на фотосессию. Все хлопоты берем на себя, подберем фотографа, подготовим интерьер, сделаем макияж у нас в гримёрке, обработаем фотографии. Вам останется только получить удовольствие от процесса. Фотограф поможет с позированием и словит естественные эмоции. Не успеваешь заехать к нам за сертификатом? Доставим в удобное место. Подробности на сайте DreamStudio.by. Немного фактов из мировых чартов. Это что-то невероятное. Карди Би представила свою первую коллекцию одежды, созданную вместе с Рибок. Хитовые цвета, смелые силуэты и дизайн, вдохновлённый 90-ми. В ней всё, что любит сама Карди. Билли Айлиш анонсировала свой второй студийный альбом. Пластинка получила название Happy The Never. Выход назначен на 30 июля, а релиз одноимённого сингла состоялся уже в прошлый четверг. Суперхит Марайи Керри We belong together преодолел отметку в 300 миллионов прослушиваний на Spotify. Это вторая песня-исполнительница, достигшая такого результата. Альбом Fame Lady Gaga обходит Teenage Dreams Кэти Перри и теперь является самой успешной женской пластинкой в истории Billboard 200 по количеству недель в чарте. Суперхит Джесси Джей, Арианы Гранде и Ники Минаж Бэнк Бэнк преодолел порог в 900 миллионов прослушиваний на сервисе Spotify. Джастин Бибер достиг 29 триллионов общих прослушиваний на Spotify. Он третий исполнитель на платформе с таким результатом после Дрейка и Эда Ширена. Здесь блант продолжает подниматься в вершине российского Spotify. На данный момент сингл «Мальчик на девятке» поднялся на третью строчку чарта. Исполнительница стала шестой среди женщин, кому удалось попасть в первую тройку чарта. Вот, собственно, и пришло время озвучить результаты музыкальных чартов. Результаты чарта Billboard Hot 100. На этой неделе на первой строчке Rap Star Apology. Вторая строчка Live The The Open Sleek Sonic. Третья Pictures Justin Bieber Fit Daniel Cesar. Четвертая Montero Live Nessars. Пятая Levitation Dua Lipa Fit DaBaby. Пятерка чарта Spotify Global. На этой неделе на первой строчке Montero Live Ness X. На второй Pictures Justin Bieber. Третья Kiss Me More Doacat. На четвертой Astronaut In The Ocean Masked Wolf. И замыкает пятерку Save Your Teeth Vizariana Grande Remix от Weekend. Spotify Топ 5 Россия. На этой неделе в этой пятерке на первой строчке Montero Live Ness X. На второй нету интереса Ten Edge. Третью строчку занимает мальчик на девятке от Beat Blunt. На четвертой Astronaut In The Ocean Masked Wolf. И замыкает пятерку Патрон Miyagi и Энди Панда. Чарт Яндекс.Музыки Беларусь. Топ популярных треков среди слушателей Яндекс.Музыки. На первой строчке Astronaut In The Ocean Masked Wolf. На второй строчке нету интереса Ten Edge. Третью строчку занял трек Сон от Рамиль. На четвертой Патрон Miyagi и Энди Панда. И замыкает пятерку недели Тебе лучше не знать Тима Беларусских. Топ 5 Шазан Беларусь. На этой неделе на первой строчке Talking To The Moon Бруно Марс. Вторая строчка Батук Дом Ланена. На третьей Мальчик на девятке Дит Блан. На четвертой Astronaut In The Ocean Masked Wolf. И замыкает пятерку трек Я делаю шаг Live 2021 Ну вот на сегодня собственно и все. Смотрите и слушайте хорошую музыку. С вами была Яна Редько с новостями шоу-бизнеса на телеканале Европа плюс ТВ Беларусь. Программу подготовили Яна Редько и Владимир Мухортов. Партнер программы фотостудия Dream Studio. Музыкальная школа Jam. Продюсер программы Андрей Буяльский.